Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Наверное, каждый балаковец знает имя Вячеслава Малерова, героя, который ценой собственной жизни спасал детей в Беслане. Это был не первый, но последний подвиг нашего земляка. В школе Вячеслав ничем не отличался от сверстников. Был хорошистом, любил гулять с друзьями, занимался спортом. Благодаря сильному характеру он постоянно был в победителях, и его фото висело на доске почета в спортшколе. Вячеслав был прекрасным спортсменом, имел звание кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Его результат по метанию молота долгое время не мог повторить в Балакове ни один спортсмен. Вячеслав мог бы вполне стать хорошим учителем физкультуры, тем более, что закончил профильный вуз, но в итоге выбрал карьеру военного. Вячеслава настолько привлекало военное дело, что после первого курса института он сам ушел в армию. Но служить его отправили в Афганистан. Когда вернулся, решил все-таки закончить учебу. Высшее образование не помешает, подумал он. Но после окончания вуза физически подготовленный парень не стал физруком, а пошел в спецназ, попал в Чечню. Отношением к службе он заслужил уважение боевых товарищей. Вячеслав был сильным духом, был в нем такой стержень хороший, но и, естественно, он был воином. В жизни себя вел очень грамотно. Он никогда не горячился, никогда не что-то делал, как бы остервенело. Он всегда продумал свои поступки, свои действия. И у него из-за этого был огромный авторитет как в армейских, среди армейских друзей, так и среди служб спецподразделения. То есть этот человек был взвешенный. Он знал, куда он идет. Ну а после то самое элитное спецподразделение ФСБ «Альфа», куда берут далеко не всех желающих. Физическая подготовка – это определенные тесты, психология, это умение руководить своим телом, своим мозгами. Это непросто. Помимо самопожертвования, помимо проявления героизма, отваги, там уж точно нужна голова. Это обдуманные поступки. И здесь самое главное – в экстремальных ситуациях не терять самообладание. Все эти качества были в Вячеславе Малерове, поэтому сослуживцы без раздумий с ним шли на задание. Он со мной в одном отделе был. Прошел я с ним несколько командировок. И как бы в Москве на базе мы с ним очень часто пересекались, вместе работали. Могу его вот характеризовать как человека, который был настойчивый в достижении своих целей. Всегда порядочным он был. Такой был скруплезный, если он что-то недопонимал. Пытался найти все способы, чтобы досконально изучить, чтобы полностью владеть всей ситуацией. Втераны группы «Альфа» – боевые товарищи Вячеслава Малерова в Балакове частые гости. В наш город они приезжают, чтобы провести уроки мужества в школах, рассказать детям, каким был их земляк, который погиб, спасая таких же школьников. 1 сентября 2004 года заложниками в школе Беслана стали более тысячи человек. И в операции по их освобождению принимал участие и наш земляк Вячеслав Малеров. В ходе боя с террористами он спас раненого товарища, отвлек внимание от заложников, ранил двух противников и заставил их отступать, тем самым спасая жизни детей. И неудивительно, что школа, в которой учился Малеров, сейчас носит его имя. Трагедия в Беслане унесла жизни 314 заложников, спасая их, отдали жизни 19 военных. Зная, что он может где-то не помочь своими силами, но зная, что он может прикрыть своим телом детей, он именно отправился, я думаю, что он осознательно отправился вручать, вытаскивать и прикрывать своим телом. Вячеслав Малеров прошел путь от рядового до майора. Из-за того, что всегда был активный, ответственный и бесстрашный, ему прочили хорошую военную карьеру. Но дослужить до генерала он не успел. В 35 лет жизнь его героически оборвалась. Вячеслав посмертно награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Его помнят в Балакове. Здесь проводят соревнования по различным видам спорта памяти Малерова. Устраивают спортивные зорницы. Местное отделение боевого братства также носит имя героя-земляка. Дети, катаясь на каруселях в парке 9-го микрорайона, видя памятные таблички с именами погибших на аллее. Нет-нет, да и поинтересуются у взрослых, а кто это на фотографии, и услышат историю про смелого балаковца. Вячеслав Малеров является почетным гражданином города Балакова. Это звание пусть и не военное, но очень ценно для сохранения памяти о герое. А недавно в новой части села Натальино появился бульвар имени Малерова. Это была просьба мамы Вячеслава. Редактор субтитров А.Семкин